23 месяца они сидят только потому, что они не подписывают нужную бумагу. Ну, я хочу сказать, ребята, конечно, молодцы, держатся. Вот, никто ничего скрывать не собирается, все в открытую. И получается, что уже два дела, апелляции отправлены в суд первой инстанции. Не знаю, по какой причине, вот, был суд 16-го. То есть, там Сергей Иванович возложил все по полочкам, кто виноват, кто заказал, на кого работает следствие. Но судья оставил безужден. Вот как думаете, почему именно апелляцию Сергея Ивановича оставили в силе, а другие дела отправили на пересмотр в суд первой инстанции? Ну, я думаю, во-первых, это зависит от звонка судья. Во-первых, во-вторых, это давление на Сергея Ивановича просто продолжает. В-третьих, арест продлят, просто затягивают сроки. Я узнавала, что у них суды по продлению сроков, по-моему, где-то в начале июля. То есть, вот эти вот два месяца, которые вот был, ну, продлен арест, да, они вот этим вот и тянули. Отправить туда, перенести, не подключим адвокатов Сергея Ивановича, да, вот. Не пришли какие-то там, это, приглашенные в беде на судебное заседание. То есть, это же тоже, как бы, своего рода давление, продление. То есть, где-то в начале июля ходят, будут опять суды по продлению ареста на имущество. Ну, мы ходим, мы не сойдемся, и поэтому, да. Вот, а, еще у нас новшество с 16-го числа. Раньше мы спокойно приезжали, даже после 16-го проходили в зал заседания. После 18-го, да, после 18-го, а в этот раз категорически поставили, даже не приставов, поставили охрану, категорически одна минута с 7-го, все. Нет, нельзя, и все. Я говорю, открытый суд, открытый суд, мы раньше ходили в суд, вот теперь нельзя. Ну, то есть, теперь давление идет на слушателей, потому что, конечно, им вот эта огласка, им очень даже это все не нравится. Вот, ну, мы стараемся, чтобы огласка была полная. Как думаете, чувствуют фигуранты дело поддержку наблюдателей, слушателей? Конечно же, это самое, они, во-первых, они рады, что столько слушателей, а во-вторых, вы представляете, сколько им это прибавляет сил, такая поддержка. То есть, если раньше суды проходили по 15-20 минут, когда стали, так у нас было трое, потом нас стало 5, потом нас стало 14, потом нас стало 20, потом нас стало 42. Ну, то есть, понимаете, они же это все видят, они же это чувствуют, то есть, они это знают. Они даже знают не то, что, даже если нас не видно в экран, они знают, что мы есть, и они знают, сколько нас. И посмотрите, как стали речи всех фигурантов дела, включая Сергея Ивановича, как они изменились, да? Все, все маски, вся пелена, все спало. Полная гласность со стороны фигурантов дела, со стороны нас. Все, что можем, мы делаем, как можем, распространяем. Суд должен быть открытым. По крайней мере, нам это обещали, что когда поставили эти судебные разбирательства в Люберецком суде, нам сказали, без проблем, ВГС, Хабаровский край, все будет смотреть. Да, судья Цой сказал, суд будет открытый с видеотрансляцией. При этом все судебные заседания закрыли, люди изборочно пропускают, никакой трансляции нет. Наш автопробег недавно, как раз это мой, был посвящен, то есть мы требуем открытый суд, честный с видеотрансляцией. Субтитры сделал DimaTorzok